Видимо, эти формы просто ну хотя бы прочитать раз, чтобы их распознавать, потому что их там много вот этих глаголов там, ну вот эти вакши, вакти, там вот это все, потом это вид, вот эти все формы, значит, потому что ну просто все их прочитать на самом деле. Я бы все эти таблицы выписал, конечно, не писал бы так, как они, а целиком все эти таблицы бы выписал для каждого глагола. Издал по Туру Паманджери, да. Можно себе спокойненько, я могу вам начитать все их, чтобы было начитано эти глаголы второго класса, если хотите, но в принципе, я не думаю, что вам даже это и нужно по большому счету. Ну, если хотите, это очень хорошо, я обязательно это сделаю, потому что такое желание прослушать все, чтобы на ухо сел, ну это очень важно. Я сам это делал в вашем тоже веке, я прошел через все эти парадигмы, все начитал, все прослушал, поэтому это очень здорово, если есть такое желание. Там еще там анти, там тоже вот это Г появляется, понимаешь, так фиг узнаешь вообще. Да, ну, не обязательно. Грамматику нужно зафиксировать где-то один раз, что такое есть. Ага, и тогда оно будет ясно, когда... Вот, 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 да, да, да. То есть, чем хорош этот Бюллер, это тем, что он взял все эти вещи, все правила и исключения из Панини. Здесь нету никакой отсебятины, здесь нету ничего лишнего, чего Панинин дает. Это очень важно, потому что если мы зафиксируем эти вещи, то в тексте, с текстом мы сможем разобраться. Если мы будем фиксировать другие вещи, то мы встретим неожиданностей всякие. Но после этой грамматики не будет неожиданностей. Вот в чем дело. Окей, урок тридцать девятый. Корни на Ри, второго и третьего лица, сингулярис императив Борис Майбада, отбрасывает окончание в слабых формах перед гласными окончаниями Ри, превращается в Ри. Джагри, например, просыпаться, принимать или быть как бы в бодрственном состоянии, принимать окончание. Ати, Ату. Или Иух в имперэффекте, перед которым появляется Гуна. То есть что мы имеем? Аджагарам, Аджагах, Аджагах. Почему в два и второе и третье лицо Аджагах? Аджагах, почему? Потому что нету двух, стечения двух согласных. Это Аджагар плюс Т. Аджагар плюс С. Итак, С и Т отпадают, а Х с Р, собственно, остается. Но так как Р не бывает в конце, то есть должно было быть Аджагарс и Аджагарт. И ты отпала в обоих случаях. Это просто фонетическое изменение. И вот это вот третье лицо и множественное число Аджагарух, где происходит Гуна. Не Аджагрух, а Аджагарух. Об этой Гуне идется речь в этом параграфе. Есть параграф, посвященный этой Гуне, потому что есть целое сутро упанения об этой Гуне в этом корне. То есть какая-то мелочь, но она важна для мышления грамматического. Иначе должно было бы быть Аджагрух. Ух, добавляем Аджагри, и получается Аджагрух. По всем правилам. Но здесь Аджагарух. Окей. Остальных слабые формы Аджагри, Аджагрима, Аджагритам, Аджагритам. Все так вот должно быть Аджагритам. Седьмой параграф. В корнях на Ч и Дж. Эти конечные звуки перед окончаниями начинающимися с Т, Т, Х и С превращаются в К. Это мы знаем, это фонетическое изменение. Я бы не вводил сюда никакие параграфы. Это просто пустое здесь для нас. Почему? Потому что Ч и Дж всегда переходят в аргон. Почему это здесь важно в каком-то смысле? Потому что перед окончаниями, да? То есть не должно было бы быть изменение такого фонетического, но оно есть. В особенности, если Т, Х, С, добавляются, то Ч и Дж не удерживаются, а переходят в К. После которого Ш заменяет С. То есть С превращается в Ш. Это обычная вещь. Перед Д звуки Ч и Ч превращаются в Г. Бару пример. Вот тут нет у нас этого примера. Ну, давайте пройдем. ВАКТИ, ВАКТАГА. То есть это ВАЧ плюс ТИ дает ВАКТИ, да? То есть не ВАЧТИ, ВАЧТИ. ВАЧТИ просто невозможная вариация в санскрите. Чи всегда перескочит на кыварку, да? ВАКТИ, ВАКТАГА, ВАЧТАГА должно было бы быть. И должно бы быть ВАЧАТИ, но его нет. ВАЧТИ. ВАКТИ, ВАКТАГА, 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 ВАЧМИ, ВАЧМА, ВАЧМА. Здесь вот интересная та же самая проблема, что здесь должно было быть АВАКТАГА, ВАКШИ. Но так как стечение двух согласных на позаблительном санскрите, последний из них отпадает. То есть, в принципе, разницы между вторым и третьим лицом в имперфекте не будет видно. Только по контексту. Окей, третье лицо плоралис не существует, но потребительное только единственное число. В корнях на Д, перед окончаниями СТ, ТХ, С, это Д заменяется на Т. Но это просто САНДИ, да? Второе лицо императива Росмай, и по дупрожеланию оканчивается на Т. И на ВИС, РГО. Ну, например, ВИД. То есть одно из двух может быть. Корень ВИД или АВЭХ. Вот эта форма совсем никак не вписывается никуда. АВЭХ. Здесь непонятно, где корень «вид», а «ды» куда-то пропало. То есть «сы» съела «ды», «сы» осталось, а «ды» пропало. Видите, да? Это из-за того, что «авит-сы» оба и «ты» и «сы» дентального происхождения. «Авет-сы» – то есть здесь такая интересная идея, что из-за того, что они оба дентальных, «сы» мог остаться. «Авет-эвэх» – «авиттам-авитта», «аведам-авидва-авидма». Императив здесь такой тоже «вид-ды» знает, да? «вет-ту». В первом лице все будут сильные формы. «Ведани», «вид-ди-вету», «ведава-виттам», «вид-там», «ведама». Вот это сильные формы. «Ведани», «ведава-ведама» – первого лица. «Ведама-витта», «вид-ан». Что? «Видан-ту». Здесь опечатка. «Потенчалис» простой «вид-ям». «Вид-ят», «вид-ятам-вид-югу», «вид-ях», «вид-ятам-вид-ята», «вид-ям», «вид-ява-вид-яма». Индикатив может также быть «веда», «вет-та», «веда». «Видва-видатхух», «видатух», «видма-вида-видугу». То есть здесь напечатан чистый перфект. Я бы вам сейчас этого не давал, а просто сказать могу, что это не удвоительный перфект, где вид является исключением и удваивается. И вот этот перфект используется тоже для настоящего времени. У нас будет еще удвоительный перфект, да? У нас будет удвоительный перфект, и вот вид будет иметь эти формы. И «веда» используется с «ха-веда», «он знал», «знает». «Агам-веда», «я знаю». Очень простые формы. Заметьте, «веда» и «веда», «третье лицо» и «первое лицо» одинаковые формы. «Ведхау», «ты знаешь». То есть это можно увидеть и везде в текстах. «Агам-веда», «на-агам-веда», «су-веде-ти», «но-на-веде-ти», «веда-ча», «кэнау-панишат». «На-агам-веда», «я не знаю». «Су-веда», «су-веда-ити», «что я хорошо знаю». «Так», «так я не знаю». «Я не знаю так, что я хорошо знаю». «На-агам-веде-ти», «веда-ча», «но я и не знаю, что я не знаю». Это первое отновение, такая строчка, которая даже может побить сократовское «я знаю то, что я ничего не знаю». То есть очень красивый такой вариант, да. «Я не знаю, что я хорошо знаю, но я и не знаю, что я не знаю». «Он зараза заряжает». «Очень красиво». То есть «веда», везде «веда» используется. То есть для меня и для третьего лица, и для первого лица. Окей. А императив также может быть «ведам-чакара», «ведам-каравани». Вот это вот тот другой тип перфекта, описательный перфект, который уже не удвоительный, а будет образовываться таким способом. «Каравани» — это что такое? «Каравани» — это императив, но первое лицо, единственное число. «Каравани» — «каравава-каравама». Мы уже изучили этот девятый класс. «Кароту-курутам-курванту» — «куру-курутам-курута» — «каравани» — «каравава-каравама». Первое лицо императива — «всегда-всесильный кор». Так, вот корня «ад» есть. Образуется второе число императива. О, сори, имперфекта «адах». Или «ад». И от третьего лица «адат». Вот здесь все нормально. А, ну да, здесь «ах» добавляется. Здесь же не должно было бы быть его «ах». А, нету, а тут добавляется. Понятно, о чем речь, да? Так как второй класс добавляет суффиксы на прямую корню. То есть должно было бы быть «ад», да, просто «ад». А тут «адат». То есть как будто корень заканчивается на «а». А он не заканчивается. Хорошо, «хан» — «убивать». «Бить». «Ган-ти-хатах ган-ти». То есть он в этой форме третьего лица множественного числа использует другую основу «ган-а». Тут «ган-ти». «Ган-ти-хатах ган-ти». То есть «ган-ан», собственно, что получилось здесь? Здесь получилось какое-то стечение, да? «Ган-ти-хатах ган-ти». «Ган-ти-хатах ган-ти». «Ган-ти-хатах ган-ти». То есть «ган-ти-хатах ган-ан-ти». «Ган-ти-хатах ган-ми-ган-вах ган-мах». Везде окончание присоединяется на прямую к корню «ган». Только в третьем лице множественном числе «ан-ти». Должно бы было быть «ган-ти-хатах ган-ти-хатах ган-ти-хатах ган-хатах 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 ган-х вот эти два ты и си от пала императива ганани джаги вот эта джаги форма уникальная она очень часто используется поэтому вы ее запомните джаги шатру махабахо убей врага то есть ганту это из гита джаги шатру махабахо конец третьей главы камару памдора садам, Кришна говорит Арджи ганту пускай они убьют ганава, агатам агатам, заметенны выпадает ганава остается потому что сильная форма агатам совсем исчезает и здесь тоже во всех этих случаях перед та та ны выпадает полностью а в ганте оно остается в этой форме ну потому что сильная форма то есть в сильной форме остается ган в слабой форме га просто почему они это не описывают я не знаю не будет описание я допишу сам в сильной форме аган слабая аган слабая аган или в третьем лице множественной числе ганна форма уже слабая слабая аган аган а в третьем лице можно было бы это объяснить с конним ганн потому что так непонятно откуда гата что за гата да вот это или гатам если мы встретим в тексте мы можем понять что это пи-пи-пи от ганна потому что такой же пи-пи-пи гата а здесь гатам это получается или аккюзатив или средний род номинатив или аккюзатив гатам убитая или убитого то есть а это совсем не то и не другое это вы убейте императив вы вдвоем или гатам вы вдвоем то есть они вдвоем пусть убьют или гата вы убиваете гата то есть никак не не понять если не знать того что н выпадает в слабых формах окей а в корнях на ши-ши-кши и мрэйч конечные звуки перед с в таком случае становится ш превращается в к но это даже можно и не говорить это фонетические изменения которые мы уже с вами не раз видели то есть а перед т и т в таком случае становятся т и т а ш перед д становятся д серебра переходит в д который становится д переходит в д ну например двиш ненавидеть двешми двэкши двэшти сильные формы одну секунду я сейчас открою договору по манджаре или вы понимаете если он берет то есть он берет с первого этого я ненавижу двэкши ты ненавидишь двэшти он ненавидит двишвага мы вдвоем ненавидим двиштхага вы вдвоем ненавидите двиштхага они вдвоем ненавидят двишмахвы мы ненавидим двиштхага вы ненавидите двишанти они ненавидят То есть он таким берет способом. Да ненавидим мы. Движта ненавидьте. Вы. Движанту пусть они ненавидят. Здесь нету исключений. Здесь все чисто в грамматике. Слушай, еще можно вернуться к этому Ган? Какое правило образования каузатива? Там тоже, по-моему, тоже Г появляется. Каузатив образуется от основы настоящего времени плюс ая. Нет, каузатив вообще по-другому. Нет, а этот по Гану там га-та-я-ти, там совсем другая форма. Там каузатив заменяется другой формой в Ган. Нету гана-я-ти. Есть га-та-я-ти. Совсем другая форма, другая основа. Поэтому он сюда не вписывается. То есть когда мы будем рассматривать каузатив для Ган, нужно помнить, что га-та-я-ти, да? Он заставляет убивать. По-моему, это не га-на, это совсем другая га-та. И откуда-то появляется. А еще что-то ты хотел сказать по Ган? Нет, только про это. Я просто думал, что там, ну, вот, не понял, почему каузатив. Я знал, что га-та-я-ти. Я не знал, почему. Просто исключение такое. Да, это просто исключение. Да. Вот его нужно отдельно себе отметить, как таковое. Такое есть. Почему? Конечно, можно докопаться, где оно появилось, но я думаю, что не стоит шкурка выделки. Окей. Чакш – та же самая проблема, но это парасмайпана. То есть вот манепана. Чакши – я, так сказать, вижу или объясняю. Чакши – ты видишь, объясняешь. Чашти – он видит, объясняет. Чакшваге – чакшатхи, чакшати. То есть мы вдвоем, вы вдвоем и они вдвоем объясняют, видят. Чакшмаге – чадхвы, чакшаты. То есть мы объясняем, вы объясняете чакшаты, а не объясняют. Заметьте, что во втором классе чакшаты смотрится, как будто бы это от манепана первый класс, от корня чакш. Но это множественное число, третье лицо. А этот самый чашты, то есть единственное число чашты, да? А чакшаты множественное. Это просто нужно отметить себе, что такие вот. Лучше посмотреть на всю парадигму, конечно, в Дагатору Паманджери, чтобы не мучаться с таким изложением, да? Ну, а тут все остальное имперфект. Очень, собственно, без исключений весь. Иш, властвовать. Имеют И перед окончаниями С, С, В, Д, В и Д, В. То есть, чтобы, наверное, не спутать его с другими корнями. Ваш желать в слабых формах является в виде Уш. Мридж в сильных формах всегда имеет вредги. То есть, мардж, с долгима. А в слабых формах с окончаниями начинающегося согласного пожелания может иметь вредги. Сумаршти или мрышта. Ну, или мрыджанти, или марджанти. То есть, любые из этих форм. Но вредги нужно отметить себе, потому что это необычная вещь. Это только так себя мрыдж корень ведет. Он вредгирует. В сильных формах всегда имеет вредги, а в слабых формах с окончаниями начинающимися с согласного. Пожелание может иметь вредги. То есть, пожелание. Например, мрыджанти. Слабая форма должна быть марджанти. Он может дать. Но я не понимаю, почему. Начинающегося с гласного, да. Не с согласного. Согласного мрыжтага только. Это стирать, да, по-моему, или что-то такое? Да. Мрыдж – это буклэнс. Стирать или вычищать, чистить. Вот глаголы. Чакш, а чакш рассказывать. Вот тот, который самый глагол. Вот здесь было говорить, видеть. Чакш – это, честно говоря, видеть. А чакш – это видеть к приложению. То есть, и в я, чакш – объединять. Чешт. Чештаты – это первого класса. То есть, отсюда чешта, как желание. Или как, вообще-то, двигаться, да, дается значение. Но у него больше значений. Одна секунда. Сейчас я открою словарик для этого. По-моему, по-моему, это слово, если меня память не изменяет, вот в этой, в работе Шриева Робинды, вот это, как ее, со слуха, которая записана, в смысле, как ее… Садхана, правильно. Чешт. Да. Ну вот, смотрите. To move the limbs, move, stir. Вот это вот. To make effort. Effort – вот хорошее его слово. Struggle, strive to be active. Отсюда, это вот чешта, вот это вот усилие, вот усилие слово хорошее. Окей, это она. Чештаты, то есть, он как бы применяет усилие. Не знаю, как сказать по-русски правильно. Усиливается, это что-то другое. Апарат. Это пятого класса, аппарат гнуть и поступать несправедливо. Вилап первого класса, вилап, отти, сетовать, жаловаться, болтать. Существительное. Анары там неправда. Ошчхан. Али ошчхан – губа. Кшая – гибель. Чакшух – глаз среднего рода. Дже-три – победитель. Вот эти слова можно и не изучать, просто видеть сразу грамматику. Три добавляется к корню, который гунирует. Курин-джи – побеждать. Дже – в этом самом коне. И три суффикс. Суффикс делать – победитель. Дая – милосердие. Пралая – гибель. Брагмачарьям – изучение вет. Брагмачарьям – стража ночная. Это нам для текста надо будет. В ритм – поведение. Вьякара нам грамматика. Вьяса – имя одного лишь. Вьяса – сомнение, размышление. Скорее – сомнение. Мрыд – земля. Шру – там книжная ученость. Уже непонятно, как она стала книжной ученостью. Сарга – творение. Стихи – существование. Заметьте, все эти слова вам мучить даже не надо. Если вы знаете корни. Стихи – от корня стка. Стихи – то пи-пи-пи. Вот пи-пи-пи можно образовать всегда существительное женского рода. И краткий. Помните это. Гата – ушедший. Гати – хождение, цель. Шудха – чистый. Шудхи – очищение. Шантах – смиренный. Шанти – мир, покой. Все эти слова – шанти, бхакти, вреди, шудхи, мукти. Все они образованы от пи-пи-пи с кратким и в женском роде. Все. Стихи – та же самая вещь. Даже запоминать нечего. Просто сразу ее себе производите в голове грамматически. и понимаете ее значение. Потому что вы знаете корень. Саргах – тоже другое образование. От корня срыдж. Творить. Саргах – творение. Срыдж саргаха. То есть мрыдж, маргаха. Интересно, что маргаха тоже. И мрыдж, мрыгая – это я отсюда уже деноминатив. Мрыга – это животное. Собственно, мрыга – это, как правило, вот эти все, которые едят траву. Животное. И вот они ходят по траве и оставляют следы. И вот где они выедают, так сказать, траву, там появляется дорога. То есть дорога – это след, собственно, марга. И отсюда мрыгает и охотится, идти за животным, который пасется. Мрыдж – это тоже вычищать, вычищать от травы. Все оно как-то связано концептуально. Очень интересно. Мрыд – тоже земля. Это мад, собственно, вот эта глина, да? С шрутом я даже не знаю, как, почему. Здесь что-то непонятное, какая-то проблема здесь. Наверное, на секунду. Давайте я проверю еще. Шрута. Если такое-то нет, то нет, это вот зы должно быть. Есть шрута. Почему книжное? Ну, сознание не может понять. Откуда книжное? Это наоборот не книжное. Какая книжная ученость. Ну, может быть, в поздней литературе появляется это значение. Тоже. Вьяса – это просто имя. А вот вьякарана, вот заметьте, все слова можно разложить. Виакарана. Какой корень здесь вы видите? Какие? Что это? Как вы разложите вьякарана на грамматик? Есть идея? Ну, наверное, какое-то делание, да? Кри. Хорошо, кри. И какие приставки? Акаранам – это, видимо, сделанное. Нет, здесь не может быть такой а. Не может быть а из глагола, перенесенное в этот самый. Имя существительное. Такое не делается. То есть это а, долгий а. То есть к, движение к, да? Ну, здесь даже нет движения, это делание, да? То есть, как бы делание к, да? Что-то. Ну, если вот так задуматься, то акри, акрити, акара. Знаешь, да, что такое, Дима? Нет? Это форма. Формирование. Акара вот и формирует, создает форму, да? То есть, и отсюда ви – это в разные стороны. Ви – акарана. То есть создавать форму в различных формах. То есть различать формы. Это и есть грамматик. Развлечения форм. То есть, если вы призадумаетесь над каждым словом, за ним стоит какая-то технология образования смысла. Над каждым. Пралая гибель – это от корня ли – растворяться, да? Там, прав, вперед. То есть раствориться в этом. Врыта – поведение, от корня врыт варта тэ, да? Чакшух, от корня чакш видеть. А на джетре – от корня джи побеждать. Победитель. Да я – это такой есть корень, да? Быть милостями. Я не знаю, откуда он образован. Сейчас мы глянем. Какой-то корень. Не объясняется. Это вообще-то слово более позднее происхождение. С Магбхарата, начиная. В Ригвиде его нет. Это, может быть, не знаю. Похоже на, конечно, ну, кшаят. Кши, да? Растворяться, гибнуть. Анары там отрыта, от корня рида. То есть все это видно. Корни видно, и сразу становится понятно, откуда берутся эти значения. А вот это вот ищ властвовать. Это оттуда и отсюда ищвара, да? Да, ищ. Это тоже господин, ищвара господин. А вот слово такое есть там как-то ищта девата, да? Ищта. Это вообще-то ищ корень, да? Или ядж. Ищта, это пи-пи-пи-пи-а. А, ядж. Или от ищ, желать. Искать. И отсюда ищта желательная, или любимая, или жертвенная девата. Ищта. Ищта желанный бог, то есть. А власть, желать, там, тоже просто синоним, да? То вот к этому от ищха. Тоже властвовать, да, власть. Не просто желать. Сейчас глянем. Да, власть, власть, тоже есть. Власть. Вот если посмотреть, что-то есть. Дезайр, да? Wish, long for, to be fond of. Maintain, affirm, declare, to get in one's power, to subject, да? Where are you going? To will, первое, да? Will, command. Вот это первое значение важное. Вот для вас, да? To will, command, да? Вот это самое, слушай, я читал в беседах, сейчас там интересную беседу одну, нашел у Шеи Урабинда, где, ну, потом это, когда закончим, я вам расскажу, там уже даже процитирую. Там, в вечерних беседах, он интересную там вещь пишет о том, что, как бы, его спрашивают там о перевоплощении, там, куда идет душа. Он говорит, что душа никуда не идет, что душа вообще не эволюционирует. Вот. То есть он такие вещи говорит, которые, ну, вот в работах он их не пишет. Вот что интересно, что он, он там буквально, если перевести вот на такой язык, он говорит о том, что, что надо, чтобы у души должна быть достаточная степень индивидуации. И, как бы, понимаешь, вот это очень интересно, что душа потенциально есть у каждого, даже у муравья. Но вот то, что перевоплощается, вот это психическое существо, это, как бы, вот формация, которая по мере развития может переносить опыт из жизни в жизнь. Я там, я не об этом, я хотел спросить, там, у него там санскритский термин, вот, оставить там тело по желанию, ичха мритью. Ичха – это, как бы, вот, ну, как бы желанная смерть, да, можно перевести, да, как бы, ну, вот. По желанию, от желания, да, или желанием. Когда ты желаешь, тогда умираешь, то есть, то есть он был, собственно, тот, ичха мритью, он был мукта, который мог умереть, когда захочет. То же самое Бхишма и в Магабхарате, да, то есть Бхишма мог умереть только, когда сам этого захочет. Вот, ему было дан такой дар, бунт. Да. Ну, то, что он говорит, что душа не перевоплощается, он имеет в виду, вот, это, как раз наше нерожденное я, это да, перевоплощается. Он говорит, что essential, буквально essential self does not need an evolution. Я прочитаю, вот, я, наверное, покажу тебе эту беседу 10 июля 23-го года. Это в вечерних беседах, первая беседа on psychology. Очень важная вообще вещь, а потом, если закончим урок, я могу, это у меня отмечено, я могу прочитать, процитировать. Интересные очень, интересные вещи, которых вот в работах он не пишет, а вот так вот объясняет, потому что, ну, в работах часто... Понятно сразу то, что ты говоришь, это понятно из всего того, что мы от него, как бы, получили, да, то есть, что вот это нерожденное я, ну, нерожденное, ну, куда ж уже, куда его еще? Да, и для того, чтобы вот переносить, вот, сначала он говорит, что по мере развития души, да, вот, именно как физического существа, человек развивает, он уже может переносить ментальные восприятия, потом витальные, да, а аватар может переносить вплоть до физических всех воспоминаний, физического воплощения, вот, то есть, что ты можешь с собой забрать. Или другими словами, он, ну, там очень четко говорит, очень красиво, очень, так, очень, как-то вот, как-то сразу стало ясно. То есть, фактически он говорит о той вещи, что все подразумевают, что душа у них уже есть, понимаешь, и надо определенная стадия развития, что ты мог вообще, вот, ну, вот эту память переносить, да, то есть, нужна, ну, определенная индивидуация, сила индивидуальная, понимаешь, да, то есть, а то, о чем говорил вот Гурджиев, что, как бы, что у вас души-то, ну, другими словами, там, ну, как бы, что у вас души-то еще и нет, что нужно создать суперусилия, если у вас появилась душа, вот это я имел в виду, то есть, вот, разные термины. То есть, как бы, что вот это то, что нерожденное я, оно у всех есть, как бы, это уже изначально, да, но это ничего тебе не гарантирует, как бы, твоего полного разложения, и потом, ну, как бы, и потом заново собирается это самое. То есть, идет о том, речь идет о том, что когда вот эта индивидуация уже совершена, то душа может из прошлой жизни уже забрать готовые фрагменты, как части конструктора, понимаешь, о душе неразвитой, приходится брать из универсального витального, из универсального ментального, понимаешь, а вот, ну, вот, я прочитаю это, может, может быть, там что-то другое еще увидишь, потому что интересно, когда много людей знает один текст. Да, хорошо, ну, вот, прочитай, да, да, сейчас мы закончим это уже, я просто перечитаю вам текст, или, может, даже и не надо читать, он такое сами прочитаете. Вон, все здесь ясно, вроде, видно. Ну, давай, прочитай, раз ты уже так заинтриговал нас совсем, теперь уже, как бы, предложил сансквит уже. Короти папам ях аджана аджа. Не, я думал, ты прочитаешь это. А, а, сейчас, 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 сейчас. Я по старинке бумажные книжки люблю. Можно, где можно. Ну, вот, смотри, вот он говорит, что... И вот, ну, там ученик такой настырный, который там, значит, он ему задает вопрос. Ученик, «When a man leaves his body, does his soul assume another birth at once?» Шри Робинда отвечает, «It depends on what you mean by the body and by the soul. Ученик, it is said that the soul has to take another physical life in order to complete its evolution». Шри Робинда, «What do you mean by evolution of the soul? If you mean by the soul, the essential self, then it requires no evolution». Ученик, «What is the law of connection between the living and the dead?» С разных концов это. И, значит, Шри Робинда отвечает, «Your question means that the physical manifestation is the whole manifestation. The body is merely a circumstance in the manifestation of the soul». Да, что body, тело – это просто обстоятельство, да, вот в проявлении души, в воплощении души. «What we mean by the world, by a world or a plane is a status of consciousness. what is then the meaning of going? The soul has not to travel through any space, it only goes to another status of consciousness». Ученик опять упорный такой, «Where does the soul depart after death?» Приятно же, не только мы, идиоты. Again, «What do you mean by departing? it only goes to another status of consciousness», as I said. Он опять повторяет, что, значит, «In our country, the belief, ученик, the belief is that the soul after man's death remains in a certain condition and it, as it cannot complete its evolution there, it has to return to human life. The question is, how is it done?» Шри Робинда, as I said, the essential self, in the essential self, there is no development, no evolution. Терпеливый. Ученик опять, значит, «In the Chandogya Upanishad it is said that the departed soul comes down in the form of rain and then enters plant life and is born through women». Шри Робинда, «Do you mean to say that whenever it rains so many souls are pouring down?» Laughter. Значит, it seems that there are two purposes for which the souls descend into human birth. Perfected souls come down with the avatar, the incarnation, to take part in the lila and help the world with him. Шри Робинда, that is not the ordinary birth, but the question can be why there is birth at all. It is as good as asking why was the world created? Or you can ask why are you and I here even though we are divine and in a sense perfect? We can only say that the soul assumes birth in order to manifest divine perfection, to manifest the divine in life. That is all we can say. Значит, one part of the question was about the machinery of rebirth, if I may put it that way. Шри Робинда отвечает, what? Значит, there are two things, the body and the soul. The body is an ordinary formation and I suppose you know what science says about the composition of matter. It is all a play of atoms and they can be resolved into electrons and the electrons are formation of certain forces in the physical world. Then you come to the vital body. This is, that is a formation from the vital world and then you have the mental body which is again a formation from the mental world. Similarly, the psychic being is also formed. I leave aside other minor divisions of the being. This is only a rough outline. If you want to go into details, the physical alone has five planes and so on in other parts. Then you come to the soul. And what this is, look at this very important moment. This is very important. This is what this is. Ordinaryly, the soul is not understood as the jiva. That is, 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 that soul does not denote the essential personality which is eternally one with the divine and is always in the presence of God. So, also, soul does not mean atman, the self because for this self there is no evolution. What is generally understood by the soul is the psychic and mental individualization which persists even after the dissolution of the physical body and the vital sheath. Вот, что очень важно. То есть, что обычно понимают под душой — это психическая и ментальная индивидуация, которая сохраняется после того, как разложились тела физическое и витальное. То есть, если мы способны осознавать вот эту штуку, тогда для нас уже есть в каком-то смысле бессмертие, переносность. Дальше это об этом будет. Вот это ядро, понимаешь, это очень важная штука на самом деле вот здесь, по крайней мере для меня. То есть, должна быть очень сильная индивидуация, понимаешь, то есть, осознание, но он называет это по-другому, потому что сейчас я дальше пойду по тексту, ты увидишь, что то, что это 23-й год, и то, что он здесь называет супраментализацией, мать потом называла психизацией. То есть, насколько мы вот эти планы ментальные можем пропитать психическим, внутренним этим светом. И вот, значит, дальше Шермендер объясняет очень терпеливо и как бы «Но, когда человек dies, его физическое body dissolves. Витал body dissolves after some time, и психик и mental bodies also dissolve. Take the case of an insect. In the insect, there is only the physical consciousness and nothing else. Other formations in the universal are too low to be considered. The insect gathers certain experiences on the physical plane. My own view is that it does not go on developing from plane to plane without a supporting self. То есть, иными словами, он считает, что есть это поддерживающее я, supporting self, которое помогает ему переходить от плана к плану. The soul, the self is already there. The soul, и здесь опять санскритский термин, может быть, ты тоже хотел тебя спросить по поводу скобочку пишет сукшмадеги. Тонкое тело. Тонкое тело, да. Living on the living on который воплощен. Деги это воплощенный в теле, да? Воплощенный в тонком теле, это словно. Или дегин это деги, да? Дегин или долгое. Сукшмадега это тонкое тело, а сукшмадеги это воплощенный в тонком теле. Спасибо, да. The soul сукшмадеги living on the physical plane returns to the jiva which is all along supporting the insect in the physical consciousness. То есть, ну да, понятно. When it is ripe, it is taken up on the vital plane and there it gathers experiences till the mental plane is reached in men. there is supramental plane also. И дальше вот он очень тоже важная штука. What we do in our yoga is to bring down the supramental plane so that the soul may return with the full experience to the higher plane. То есть, еще раз. What we do in our yoga is to bring down supramental plane, чтобы душа могла возвратиться с полным, сохранить весь свой опыт и принести на высший план. The question is how far we can supramentalize. If we can supramentalize the mind and the vital being, we can return with the memory of that experiences and also with the ready formation in another manifestation. Видишь? one can preserve if he so chooses his vital body after death and produce effects on the vital plane. Now, suppose we supramentalize the body. In that case, we can carry the full physical experience and return with the fullest physical vital mental force and manifest the divine. That is what happens in the case of avatars and vibhutis. There is full memory of the past vital and mental experience even of the physical experience. If we can supramentalize the body, it can be retained or thrown away at will. Each ham retin. That's what he did. And even when the body is thrown away, when the process of manifestation is undertaking, the soul has not to gather the physical and the vital and the mental from any of the formations of universal nature. And in the case of ordinary souls. In case these are supramentalized, the whole being is quite ready. One has simply to take up the ready formation and manifest the divine. this is a of this is the whole of this even to say, it is this is not to it is about this Это вся его йога, психизация, вот эта психическая трансформация, это и есть, собственно, индивидуализация всех ментального, витального, физического существа, психических. Когда оно произойдет, произойдет, собственно, вот этот переход. Тогда психическое может вынести их на универсальные, на более сублимальные планы, расширить их сферы деятельности. И тогда, собственно, это будет духовная трансформация. Третья, последняя будет супраментализация, которая отдаст возможность сохранить, собственно, эту индивидуальность через воплощение. Собственно, смерть будет не нужна. То есть зачем ей уходить, если ты можешь все оставить в себе? То есть это и есть бессмертие. Здесь просто это вот описание, оно добавляет к тому, что мы знаем, еще одну такую важную деталь. Зачем нужна супраментализация и как это происходит на низших формах жизни, где, например, эти насекомые, у них остается только самый высший и верхний план. Это витальный, куда они уходят, как бы, и куда они, как бы, коммуницируют свое физическое сознание. Ну, вот там между витальным и физическим происходит завязка. Конечно, есть нерожденное селф. Потом добавляется ментальный план, куда люди уходят, где они коммуницируют свое, да? А потом остается еще более супраментальный. Если бы он и спустился, то появилась бы возможность сохранить память. Вот эти вот ступеневые взгляды, он интересен. Почему Манас и Сома, и Чандрама, и Луна, да? И Питриана, почему уходят на Луну? Ну, вот он вспоминал, дождем льет с небес, значит, вот эта Сома, они сходят в это, напоминаются на Луну. Вот это Питриана цикл. Почему Луна, ум, вот эта умственная часть, каким-то образом мы на нее завязаны. И отсюда у нас происходит еще работа с этим уровнем. Не все люди еще даже ментализированы. Форму получили человеческую, язык уже говорят что-то, а ментал еще не проявил себя. Еще менталу нужно появиться. Ну, вот, кстати, из всех, вот, из всех, ну, что я читал до Шрио Робинда, я уже после Шрио Робинда ничего не читал, то вот единственное, кто говорил про Луну, это Гурджи, что все, что после смерти души идут туда и там пожирают их. Ну, да, это тоже, он говорит, из Чхандоги, текст. Вот тот же самый текст, да, у Питриана, где все это описано, что мы поднимаемся на Луну, а там нас боги и девота приходят и поедают наш экспириенс. В принципе, экспириенс, который мы пережили на этой земле здесь, это были их инвестиции в нас. Они инвестировали в нас из универсальной природы ума, витального и физического, свои элементы, да, то, что мы называем девота, которые стоят за накшатрами, за определенными циклами космоса, да, силами космоса, инвестировали в нас, создали из нас определенный набор возможностей, наши мысли определенные, наш характер, и все, весь набор. И сейчас они приходят за ними, чтобы мы вернули обратно эти все кредиты. Закончили, значит, вы уже разобрались там с этим всем, да, ну так верните, пожалуйста, долги, должок. И с этим должком они тоже забирают у нас что-то очень важное для себя, какой-то экспириенс, который они получить не могут напрямую через физическую жизнь. То есть им очень интересно посмотреть, как это будет образовано с точки зрения вот воплощенного психического, да, потому что психическое будет представляться верховного, суприм, и, собственно, он их хозяин здесь, да, он в форме своего, так сказать, сына бога или детятия, да, своего ребенка. Сейчас вокруг него образуется весь космос, и они все инвестируют в этот малый космос, в микрокосмос. И в этом микрокосмосе происходит какая-то лаборатория, да, какие-то перемены их всех этих инвестиций, и они получают новые качества, новый заработок из этого. Эти банкиры, да, увеличивают свои состояния на нас. И таким образом меняются, конечно. Но это очень интересная тема, как все-таки, почему эти девота заинтересованы в нас, почему они инвестируют, и как мы вообще, с чего мы сотканы. Мы же сотканы с этого всего космического материала. Мы, собственно, не являемся ничем индивидуальным еще, да. Мое тело принадлежит материи, мой набор мыслей, язык, все принадлежит каким-то ментальным, метальным планам, откуда я все это позаимствовал, да. Все даже концепты, все оттуда. Все мысли, которые приходят, все интуиции, все они приходят из этих планов космических. То есть они как-то переоформляются, перегруппируются вокруг этой души, которая здесь как бы отражена в форме психического и разыгрывают свою какую-то драму, да. Через это все происходят какие-то коллизии, какой-то любовь. Потом это все съедается именно, да. То есть имеется в виду, ассимилируется ими. И таким образом космос развивается. Он становится более сознательным, что ли. Какая идея. Ксюша, а где ты говоришь, вот ты говорил, вот вы собирали материалы по поводу 12 качеств, и где-то можно их, или они просто у тебя где-то... Да, где-то даже я могу выслать то, что у меня есть. Было намного больше. Есть очень хорошие цитаты, очень потрясающие. Потрясающе. Кстати, мы продолжаем с Натальей заниматься этим делом. Кстати, все наши беседы мы выставляем на YouTube. Если это интересно, там есть интереснейшие мысли. Мне кажется, что вообще эту тему, если продолжать и развивать, то это вообще колоссальная вещь. Интегральное парадигмознание. Что это такое. К сожалению, никто из вас в этом не участвует никогда. Да, но если бы было вот такое вот проникновение, то появились бы возможности говорить об этих вещах. Не только егическим способом, но уже и каким-то, может быть, даже ментальным, рациональным способом. То есть не умаляя самих движений духа. То есть появляется какая-то возможность интегрального проникновения. Потому что если пользоваться рациональным языком и не убивать дух из-за самого явления, то это уже появляется какая-то новая форма, которой раньше не было. В этом смысле, наверное, вот эта интегральная парадигмознание и нужна, чтобы перейти в интегральную структуру сознания. Да, я вышлю тебе 12 качеств тогда. Спасибо. Может, Диме тоже, наверное. Да, Диме, я тебе тоже вышлю. Вам вышли сразу. Просто там такой набор цитат матери по 12 качествам. Окей, ну давайте закончим на сегодня тогда это самое. Когда мы с вами встретимся в следующий раз? Можно опять на нас.